Приветствую вас и мой ответ будет состоять из нескольких частей. Первая часть заключается в чисто профессиональных отношениях. Вторая часть будет посвящена личным отношениям, точнее, личному отношению к себе самой. Если говорить о профессиональных отношениях, то подумайте вот о чём. Вашего коллегу электрика поставили, точнее, приставили к вам, чтобы он вам помогал. Для начала я бы порекомендовал бы вам узнать, оплачивается ли ему время, которое он проводит с вами. Потому что, судя по тому, что вы описываете, человек просто не хочет тратить на вас своё время. И дело здесь не в том, что вы чего-то не понимаете. Дело здесь в том, что нельзя за три дня научиться такому сложному, если я правильно вас понял, такому сложному процессу, как тот, о котором вы пишете. Значит, если вы узнаете, что электрику ничего не платит, а скорее всего это именно так, то в таком случае вам станет понятно, почему он так себя с вами ведёт. И вам будет более ясно, что причина, по которой человек ведёт себя с вами именно так, это, ну, условно говоря, личная выгода. То есть, опаснее её отсутствие. Именно отсутствие личной выгоды обосредует такое вот отношение к человеческому. Далее. Далее очень важный момент, который мне хочется вам высказать отдельно. Если вы увидели, если вы узнали, что все-таки время вашего коллеги оплачивать, если вы увидели, что что-то он за это, за время, проведённое с вами, получает, то тогда этот человек определённо нарушает все мыслимые и немыслимые границы, рамки трудовых отношений. В этом случае вам необходимо обратиться к руководству, чтобы оно провело беседы с вашим коллегой и объяснило ему, разъяснило, что нельзя криками, ором научить другого человека что-то делать. Тем более, если этот человек новенький, который ещё только осваивается в незнакомом для себя поле деятельности. Если человек ничего не получает за время, которое он с вами проводит, то вам нужно самой отнестись к нему с пониманием в первую очередь и сказать ему о том, что полностью проникаетесь в его ситуации, полностью понимаете его, что вот бесплатно заставили вам помогать и бесплатно заставили тратить на вас своё время, что вы его прекрасно понимаете и так далее. То есть здесь важно восстановить такое вот доверие, восстановить контакт, чтобы человек увидел, что вы его чувствуете, что вы на его стороне и что вы, в общем-то, готовы его поддержать в случае, если потребуется помощь уже с вашей стороны. Если делать этого вы не хотите или если вы сделали, но видите, что эффекта от данного поведения нет никакого, то тогда вам нужно при прочих разных условиях, то есть понятно, что если не получается как-то с вашим коллегой договориться, то привлекается руководство, потому что руководству нужны уверенные в себе сотрудники, которые знают, чего они хотят, которые не боятся, да, которые, в общем-то, очень хорошо понимают свою работу, а не злятся и не пребывают в сомнениях справятся они с работой или нет. Значит, если вы не хотите привлекать руководство, к данной проблеме, что, в принципе, я хорошо понимаю вас, понимаю, почему вы могли бы не хотеть этого делать, то тогда нужно понять, почему мужчина вот так себя ведет, то есть что именно ему не нравится, что именно его раздражает. Конечно, по вашему сообщению довольно сложно, достаточно сложно, я бы сказал, почти невозможно сказать вам, дать понять, какой именно подход к человеку нужен, потому что мы поняли, что беспокоит вас, мы поняли, что волнует вас, но мы не поняли практически ничего из того, что вы говорите про человека. То есть да, три дня он вам объяснял, а потом он начал раздражаться, что вы не понимаете. Но ведь, а видите ли, какой момент? Человек-то вам ничего не должен, а человек-то вам никто, и подход, мрази, подход к тому, кто, в принципе, не настроен на то, чтобы этот подход устраивался, ну, в принципе, невозможно. Для него, как для мужчины, достаточно всего просто, что-то объяснил, что-то показал, и все. Но он не понимает, что вам надо учиться, а ему не хочется тратить время. И надо подумать не о том, как выстроить свои отношения с коллегой, а подумать о том, для чего ему вам помогать. Попробуйте придать стимул, а стимул вашему коллеге с вами сотрудничать. Понятно, что вы не научитесь сейчас вот так вот, в одночасье, не научитесь делать все, что вы сейчас делаете с ошибками. Это, я надеюсь, совершенно понятно. А значит, нужно сделать так, чтобы обучение ваше проходило, ну, в наиболее благоприятной для коллеги атмосферы. То есть вы можете для себя какие-то сделать пометки, если нравится человеку, и постараться в этом ему угодить. Вы можете как-то отблагодарить человека, как-то дать ему понять, что вы цените то, что он делает. Ну, здесь все зависит от ваших личных предпочтений. Вот что вам наиболее наиболее близко. Какой способ вам наиболее приятен? То есть кто-то, может быть, поблагодарит человека, попробует найти подход к нему через, там, какие-то презенты, подарки, может просто чем-нибудь домашним и вкусным угостить. Кто-то, может быть, просто пригласит в кафе посидеть, или кто-то еще, кто-то как-то еще придумает способ чем-то благодарить. Важно желание. Если желание есть, способ вы найдете. То есть, понятно, да, в том, что касается личных отношений. Дело в том, что деловые отношения, профессиональные отношения, трудовые отношения выстраиваются на трудовом регламенте. И трудовой регламент, он прописывается достаточно четко, либо в обязанностях, либо в вознаграждении. То есть, все что поощряются, какие действия поощряются со стороны сотрудников. И тот факт, что мужчина вот так на вас реагирует, да, значит, говорит о том, что поощрения для него недостаточно. А в трудовых отношениях только так. Если нет поощрения, то, соответственно, начинаются такие казусы. Либо вы налаживаете отношения через личную связь, либо вы привлекаете руководство, потому что с точки зрения, опять-таки, трудовых отношений, ну, мужчина создает конфликтную, стрессовую, низко трудоспособную атмосферу, которая ни к чему хорошему не приведет именно с точки зрения эффективности вашего труда. второй важный момент, который мне хочется вам сказать. Это момент личного характера. Значит, вы чувствуете злость на мужчину и страх, что с работой не справитесь. вот об этих чувствах я и хотел бы с вами поговорить. Дело в том, что злость на мужчину вы чувствуете потому, что вам кажется, что он именно вот на вас злится, он на вас кричит, он именно вас ненавидит и он вас именно считает очень глупым человеком. А на самом деле это не так. И мужчине скорее всего глубоко на вас наплевать. Мужине все равно что например будет с вами, мужчине все равно что о вас думать и так далее. все это мужчину вообще говоря мало вам его беспокоит только его свободное время. Его беспокоит по сути только то, что он выносит с вами проводить время, которое ему никто не компенсирует. И ваша злость происходит от непонимания ситуации связанной с вашим коллегой. То есть вы не понимаете почему человек так себя ведет. Вы не понимаете почему мужчина на вас кричит. Вот тогда и если у вас получится для себя эти моменты выяснить, когда и если вы сможете понять, что мужчина движет при таком вот его отношении к вам, когда вам будут понятны мотивы человека, вот тогда ваш злость пройдет. То есть до тех пор, пока вы будете концентрироваться только на себе и не будете скажем так пытаться понять мужчину, не будете пытаться понять электрика, у вас будет злость. Злость всегда происходит от непонимания. От непонимания причин, по которым люди на вас собственно говоря кричат, люди на вас выплескивают свои негативные эмоции и так далее. Следующий важный момент. Человек кричит. Человек кричит и его крик свидетельствует о том, что спокойно человек разговаривать не может. Это свидетельствует в свою очередь о аффективном состоянии, когда эмоции выходят на первый план и означает, что человек переживает некий конфликт, некий аффект вследствие негативного влияния на себя со стороны внешнего мира. и тогда вы поймете, что именно так сильно раздражают мужчинам, претензии вы увидите причинно-следственные связи между его реакцией на вас и какими-то его обстоятельствами, то вам сразу станет понятно и зло сует почему? потому что вы поймете, что мужчина на вас именно к вам лично претензий никаких не имеет на самом деле. Мужчина использует вас как своего рода громадот громадот для негативных переживаний и не более того. Да, это плохо. Да, это непрофессионально. Да, безусловно, мужчина ведет себя не по мучке и ни о каком вежливом, галантном поведении по отношению к вам речи безусловно не идет. Но вам нужно понимать его, чтобы лучше корректировать свое поведение. Теперь то, что касается страха, то, что касается вашей боязни не справиться с работой. Во-первых, скажем так, стресс, конфликтогенная ситуация, конфликтогенная атмосфера, нервное напряжение напряжение не является к сожалению тем, что может способствовать как обучению, так и суть плодотворному творческому процессу. и поэтому не нужно бояться, что вы не справитесь с работой. Вы и не можете справиться с ней до тех пор, пока у вас будут различные отвлекающие факторы и различные раздражающие уже вас моменты. когда и если от всего этого вы избавитесь, вот тогда можно говорить о чистом рабочем процессе и о чистом познавательном процессе. И лишь только тогда в спокойной остановке вы сможете нормально воспринимать информацию. Я думаю, что дело здесь совсем не в том, что вы не справитесь. Я думаю, дело здесь в соответствующих справедливых, в адекватных условиях для вашей работы. Если они не выполнены, то человек не может эффективно выполнять свою деятельность. Простите, стрессоустойчивость это специально выделяемое качество сотрудника, за наличие которого ему доплачивают определенные средства. Если у вас в вашем трудовом договоре не написано, что вы должны обладать стрессоустойчивостью, то простите, ваша работа это спокойная, нормальная, адекватная, стабильная и определенная деятельность. Если эти условия не соблюдаются, то простите, пожалуйста, но вам нужно только лишь только лишь разлиться руками и попросить своего работодателя предоставить вам соответствующие условия, либо с этой работой увольняться, потому что при дальнейшем присутствии в подобной атмосфере и ситуации вы рискуете подорвать свое здоровье и подорвать уверенность в себе, что негативно откажется на вашей дальнейшей деятельности. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи!